Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. Второй индексации пенсии в этом году не будет, зато пенсионерам выдадут по 5000 рублей в январе 2017 года. Как пояснил заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев, сейчас действительно сложное экономическое время и денег на все направления не хватает. По его словам, за этой выплатой последует и следующее, чтобы в конечном итоге покрыть необходимый процент. Впрочем, многие останутся даже в плюсе, ведь если пенсия небольшая, прибавка после индексации была бы меньше, чем те выплаты, что запланировали на январь. Торжественные линейки накануне прошли во всех школах Южного Урала. Губернатор Борис Дубровский побывал на празднике в 41-й школе Челябинска и признался не случайно. Признаюсь, очень хотелось мне взять за руку внука и отвезти его во второй А-класс в школу номер 5 города Малитогорска. Я пришел в эту школу, на эту линейку, и причина здесь только одна. В этой школе учится Оксана Юлдашева. В минувшем году Оксана рискует своей жизнью, спасла младшего брата. В их квартире на пятом этаже произошел пожар. Девочка с братом выпрыгнули из окна, внизу жители дома растянули одеяло. Брат остался невредим, а Оксана получила серьезные травмы и переломы. Весь учебный год ушел на восстановление. Училийца призналась рада, что вновь сядет за парту. «Ночные волки» презентовали новый фильм «Севастополь-2016». В ленте кадры мотопробегов, которые прошли в этом сезоне по всей стране. Маршрут полегал по городам, которые внесли значительный вклад в победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Мотопробег стартовал на Байкале. Побывали мотолюбители из Москвы и Подмосковья. И в Магнитогорске инициативу встречи мотоциклистов поддержал Виталий Бахметьев. Мы успели в течение этого дня. И встреча с ветеранами у нас была. Естественно, посетили знаковые места в нашем городе, связанные с победой. Ну и тыл фронту. И очень огромное впечатление произвела экскурсия на комбинат. Байкеры побывали на доме номер два Магнитогорского металлургического комбината. Это наибольшее впечатление, по словам местных представителей организации, на гостей произвела выплавка чугуна. А на ММК, несмотря на календарь, продолжается летняя спартакиада. На этот раз в металлурге играли в пляжный футбол. Есть среди них и профессиональные футболисты или те, кто когда-то посещал спортивную школу. Но песок уравнивает профессионалов и любителей. Впрочем, порой приходится играть не в полном составе, когда товарищи не успевают приехать с работы. В этом футболе свои законы. И несмотря на то, что пляжный сезон уже закрыт, соревнования по такому футболу будут идти до первого снега, победителя, как всегда, ждет кубок. Далее о погоде. Я с вами прощаюсь и желаю добрых вестей. Сегодня днем воздух прогреется до 19 градусов. В Кизильском районе ожидается плюс 15. В Верхневральском районе столбик термометра поднимется до плюс 18. И в Магнитогорске пасмурно, временами дождь. Днем плюс 17, плюс 19. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!